Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. Как рассказал один из постояльцев, хозяева дома ругались с самого утра. Мужчина был пьян. Около 10 часов вечера легли спать. В итоге от крика проснулся. Именно нечеловеческий крик. Проснулись все. И там пожар среди комнаты. Я увидел первое, что у меня хозяйка вся была в огне. То есть горела вся. И выбегала на улицу. Мои товарищи, схватив одеяло, начали ее тушить. Входную дверь заблокировал огонь. Жильцам пришлось разбивать окна и выпрыгивать на улицу. После трудового дня легли отдыхать. Где-то часов 10, начало 11, кто как. Ну, у нас там 12 человек вообще, крымчан. А в 12 ночи, где-то около 12, услышали страшный крик хозяйки. Как потом выяснилось, он зашел в комнату, закрыл за собой дверь в нашу комнату, где спали ребята. Облил там все бензином. Зашел в свою комнату, где он спал с хозяйкой. Облил ее там бензином. И поджег. Постояльцам самостоятельно удалось потушить огонь и вызвать машину скорой помощи. В час 20 доставлено 4 человека скорой помощи. При осмотре у одного из них множественные раны предплечья, обеи голени, стопы, ушиты раны, ожог первой, третьей степени до 5%. У двоих тоже множественные раны, тоже ушиты. Потом через полчаса доставлено еще двое женщина и молодой человек. У молодого человека незначительные ожоги кистей, обработанные, отпущены домой, а женщина около 90% ожога первой и третьей степени. Один пострадавший, сообщают медики, уже выписан из больницы. Четверо других получили небольшие ожоги и порезы стеклом. Их состояние стабильное. Хозяйка дома находится в тяжелом состоянии. Поступила больная в 63-х лет с места пожара. Больная в крайне тяжелом состоянии. До 90% ожога первой, третьей степени. Проводим, оказали первую неотложную помощь. Конечно, ожоговый шок, тяжелой степени. Кроме того, сообщают медики, у женщины серьезно пострадали дыхательные пути. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Перевозить женщину в Одессу пока не предполагается, говорят врачи. В Одессе на глазах детей жестоко избили дворового пса. ЧП произошло во дворе дома номер 3 на 25-й Чапаевской дивизии. По словам очевидцев, трое мужчин нанесли рыжему псу по кличке Мишка множество тяжелых травм, а затем выбросили в мусорник. Жильцы дома отвезли покалеченного пса в ветлечебницу, собрали деньги на покупку необходимых медикаментов. О страшном происшествии рассказывают одесситы, пришедшие на помощь животному. Раненого избитого пса осмотрел дежурный врач ветклиники, хирург, провели рентгенологическое исследование. У бедняги многочисленные гематомы, черепно-мозговая травма. Даже у тех собак, которые попадают под колеса машины, телесные повреждения обычно легче. Одним ударом здесь не обошлось, констатирует врач. Пес уже не молодой, ему около 10 лет. Организм может не выдержать таких потрясений, говорят ветеринары. Установлено, что у собаки тяжелый ушиб головного мозга. Это состояние, которое более тяжелое, чем просто сотрясение. У собаки кровоизлияние в оба глаза, при том в одном очень серьезное. У нее перелом нижней ветви левой челюсти. Дворняге еще требуется операция на челюсти, но не факт, что удастся вообще поставить его на ноги, рассказывают врачи. Пока пес не в коме, он спит, поддерживаемый лекарственными препаратами. Денег на лечение хватает. Одесситы помогли добровольными пожертвованиями. Дефицита в медикаментах тоже нет. Загвоздка в том, перенесет ли само животное такой стресс. Свидетели ужасного происшествия рассказывают, вечером 23 сентября услышали стоны собаки. Я слышала вот этот крик и вот эти страшные удары по бетону. Я вышла с собаками, они кинулись ко мне, дети, вот это спасайте. И мы с соседкой вот это вытащили, эту собаку, принесли домой. Там в мешке, которым они его тянули, очень много крови. Ему раздробили полностью голову, челюсть. Это такое зверство, что слов нет. Очевидцы рассказывают, над животным издевались трое мужчин из их же двора. Беспощадно били палками и ногами. Эта собака жила во дворе уже много лет. Ее знали, любили и взрослые, и дети. Мы ее вот так любили. И все вот выносили ему косточки, что-то покушать выносили. Избиение животного, рассказывают одесситы, происходило на глазах у детей. Именно они первыми забили тревогу. Сначала они схватили мишку, накинули мешок на голову. Потом они что-то закрыли, четвертую парадную, что-то там делали. Потом они вынесли на улицу и стали и на улице бить. С палками. Потом выбросили в мусор. Одна из женщин рассказывает, что после того, как она вызвала милицию, в ее адрес последовали угрозы со стороны людей, избивавших пса. В милиции говорят, пока собирают информацию по этому делу. Поступило заявление. Пока проводим проверку. В дальнейшем сообщим. В случае подтверждения вины подозреваемых, их может ожидать штраф до 200 необлагаемых минимумов или ограничения свободы на срок до двух лет, сообщает правоохранитель. Сотрудники милиции перекрыли канал поставки наркотиков из Молдовы в Одессу. 6 тысяч доз амфетамина оказались в руках у правоохранителей. Подробнее о спецоперации в репортаже Ольги Целаусовой. Оперативники провели спецоперацию по выявлению наркотиков и задержанию наркодилера. На одной из центральных улиц города правоохранители закупили у наркоторговца 1 килограмм амфетамина. Сотрудниками одесской милиции был выявлен и ликвидирован устойчивый канал поступления на территорию города Одессы особо опасного психотропного вещества амфетамин. В ходе проведенных оперативных мероприятий был задержан ранее судимый гражданин. Торговцем наркотиками оказался 42-летний житель Балты. Подозреваемый надеялся получить за товар 80 тысяч гривен. Однако вместо этого был задержан с поличным. У него изъяли 6 тысяч доз амфетамина. Как оказалось, наркодилер ранее был судим за мошенничество. Стоимость задержанных психотропных веществ по оценкам черного рынка около 600 тысяч гривен. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, хранение и распространение наркотических и психотропных веществ». За это задержанному грозит срок от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В понедельник состоялось внеочередное заседание исполнительного комитета. Как объяснил городской голова, необходимость вне плановой встречи обусловлена грядущими парламентскими выборами и недавним постановлением Центральной избирательной комиссии. На повестке дня внеочередного исполкома был всего один вопрос. Заседание длилось 10 минут. 13 сентября Центральная избирательная комиссия приняла постановление. Документ, объяснили городские чиновники, предъявляет жесткие требования к граничному числу избирателей на участках. В частности, на одном участке их должно быть не больше, чем 2500, включая и членов избиркома, которые тоже голосуют на участке. В понедельник на исполкоме приняли решение. Им в ЦИК вносится постановление об изменении адреса помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и границ участков. В то же время, сами участки и их количество не меняются. Изменение адреса означает формальные правки. К примеру, 1Б не с маленькой буквы, а с большой. Чиновники заверяют, каждый одессит, как и прежде, будет закреплен за участком. Но, возможно, голосовать придется не там, где обычно. Все изменения будут указаны в приглашении. В парке Горького прошел детский праздник. Теплый солнечный день ребята с удовольствием провели на свежем воздухе. Активисты благотворительного фонда провели для них конкурс рисунка на асфальте, яркое шоу с мыльными пузырями и запуск в небо воздушных шаров. Закончился праздник сладким угощением. Членом жюри конкурса детского рисунка организаторы пригласили депутата городского совета Геннадия Чикито. Он всегда активно участвует в жизни Малиновского района и в этот раз тоже внес весомый вклад в организацию праздника для детей. Участник конкурса рисунков, пятиклассник Владик нарисовал свою школу и объясняет, почему. Это моя школа. Я очень люблю мою школу, потому что там хорошие учителя, хорошие одноклассники, хорошие условия для этой школы. И всегда, если ты чего-то не знаешь, учителя тебе подскажут и придут на помощь. Любуется и улыбается детским рисунком и Геннадий Чикито, депутат горсовета, человек, который не первый раз откликается на инициативы общественной организации. Что ты нарисовал? Расскажи нам. Это губка Боб, это папа, это мама. Смотри, прекрасный рисунок. Рисунки готовы. И теперь юные художники веселятся с клоунами, надувают гигантские мыльные пузыри. Совсем скоро ребята получат почетные грамоты. Вот я прошелся, посмотрел эти прекрасные рисунки. Знаете, все-таки они настолько красивы, настолько интересны. Мне хотелось, чтобы вы всегда занимались творчеством, чтобы вам всегда помогали. Последний аккорд праздника – запуск воздушных шаров. Перед тем, как разноцветные шары взлетели ввысь, Геннадий Чикито предложил всем, и взрослым, и детям загадать желание. Все, ваши желания сбудутся. Мне понравилось так, как мы шарики запускали. А еще что? И как мы гусени брали, мне еще тоже это понравилось. А ты желание загадала, когда улетали шарики? Да, загадала. Ну, пускай сбудется обязательно. Да, сбудется. Праздник понравился не только детям. Довольны и родители. Они подходят к депутату Геннадию Чикито. Они хорошо знают его, ведь в рамках своей депутатской деятельности политик постоянно уделяет внимание жителям Малиновского района. Участвуют в решении жилищно-коммунальных проблем. Юристы его общественной приемной помогают гражданам отстаивать свои права в разных сферах. В парке Горького мамы общаются с Геннадием Чикито. Задают вопросы и, конечно, благодарят за внимание к детям. Дети очень довольны. Рисовали, пели, танцевали. Вы очень благодарны. Очень довольны. Вам? Поздравилось? Да. Большое вам спасибо. Желаем вам здоровья, счастья и побольше проводить вот таких вот мероприятий. Дети, вы наше будущее. Наше будущее. Наш творческий потенциал нашей страны. Поэтому надеюсь, что с вас и уверен вырастут достойные люди, которые в дальнейшем поведут нашу страну к большим свершениям и к великим. Да? Да. Спасибо. Спасибо. И не забывайте никогда мечтать. Да? Потому что мечты сбываются. Да, мечты сбываются. И чтобы они у вас всегда сбывались. Геннадий Чикито уверен, главная задача взрослых – обеспечить подрастающему поколению счастливое детство. Не напрасно много раз во время праздника депутат просил детей мечтать смело и много. Он не сомневается – счастливые мальчики и девочки в будущем смогут воплотить свои мечты в реальность, делая лучше не только свою жизнь, но и жизнь тех, кто их окружает. Кроме того, помня родительскую заботу, дети будут стремиться отдать долг родителям, не оставляя их в старости и зрелые годы. Родители в них вкладывают сейчас свое внимание, свою заботу. И в дальнейшем, когда дети подрастут, я думаю, они точно так же с заботой и с вниманием будут относиться к своим родителям. Конечно, счастливые дети вырастают сильными настоящими людьми. В Одессе состоялся третий международный саммит «Блэкси Круз-2012». Представители ведущих мировых круизных линий, чиновники из Украины, Болгарии, Грузии, России, Румынии обсудили перспективы развития судоходства в Черноморском регионе, инвестиционные возможности Одесского порта, качество берегового обслуживания круизных линий. На международный саммит прибыла администрация Черноморских портов. Признаны эксперты в области круизного бизнеса, представители компаний-операторов. Основная задача саммита – укрепить кооперацию в пределах акватории Черного моря. Черное море все больше привлекает круизные компании, которые изучают возможности наших портов для захода крупных пассажирских судов. Ведущие специалисты дискутировали на тему нового закона о портах Украины. Теперь, подчеркивают эксперты, перечень услуг, которые могут оказывать в портах, только государственные предприятия и организации значительно сократился. С одной стороны, это может привести к монополизации рынка частными структурами, а с другой все-таки позволит оживить круизный бизнес в акватории Черного моря. Надеются специалисты. Обсуждался вопрос по привлечению компании Royal Caribbean. Это крупнейшая американская компания, которая насчитывает флот, более 30 судов, которые заинтересованы в инвестициях в Украину. В частности, их интересует Одесса, Ялта, Севастополь. В этом году Одесский порт посетили 77 океанских судов. Это в среднем на 10% превысило показатели предыдущего года. Конечно, говорят эксперты, Одесса не Шанхай и не Гамбург, которые известны своими крупными контейнерными терминалами. Но и в Одесском порту сосредоточен огромный потенциал. Два фактора. Это техническое развитие и это маркетинговая деятельность. Если эти два фактора мы будем активно развивать, то мы, наверное, достигнем когда-нибудь того количества, которое сегодня доходит до порта Стамбул. А я напомню для всех, что в порт Стамбул заходит около 400 круизных садов, но из них 320 разворачиваются и уходят, а только 80 продолжают свои маршруты в Черное море. Одесса может принимать суда длиной 300 метров и более. Ни Ялта, ни Севастополь не рассчитаны на суда такой вместимости. Нужно улучшить инфраструктуру порта. Нужно расширить информационное поле и сообщить всем о том, каким потенциалом обладает регион. 58 метров – это та высота судна, который пропускает пролив Босфор. Мосты пролива Босфор. И, соответственно, мы должны ориентироваться на те максимальные суда, которые могут зайти в Черное море. Для того, чтобы курортный город оправдал свою славу, нужно приложить усилия и руководству порта, и инвесторам, и в первую очередь государству. Без государственной поддержки провести модернизацию причалов и создать необходимую инфраструктуру невозможно, говорят специалисты. В данный момент Государственное агентство Украины по туризму и курортам работает над разработкой государственной целевой программы развития туризма с 2013 по 2022 год. И это будет программа развития именно въездного и внутреннего туризма. Главное в проекте развития судоходства в нашем регионе – кооперация крупных круизных операторов, убежденные участники саммита. Тогда, по их мнению, смогут реализоваться все далеко идущие маркетинговые планы. Новые компьютерные оборудования получили учащиеся Одесской общеобразовательной школы номер 16 и специализированной школы Олимпийского резерва номер 59. Компьютерные классы этих учебных заведений давно нуждались в модернизации. Теперь с помощью современной компьютерной техники ребята с легкостью повысят свой уровень знаний по информатике. Открытие обновленных компьютерных классов в школах прошло при поддержке президента Одесской национальной юридической академии Сергея Кивалова. Одесская общеобразовательная школа номер 16 – одно из старейших учебных заведений города. С 1936 года школа открывает свои гостеприимные двери перед учениками. Учебная программа очень насыщенная. После восьми лет обучения ребята переходят в классы с углубленным изучением математики, физики и информатики. Компьютерные науки школьники постигают с большим усердием, рассказывают педагоги. Однако из-за устаревшего компьютерного оборудования не всегда успевают идти в ногу со временем. Помощь в обновлении компьютерного класса в общеобразовательной школе номер 16 оказал Сергей Кивалов. Президент Одесской национальной юридической академии уверен, будут знания в сфере компьютерных технологий, будет и успех. Я несколько раз общался с министром образования и науки Дмитрием Табачником и с заместителями министра просил, чтобы дополнительно выделили для Одесской школы компьютеры. Мы сегодня представили эти компьютеры нашим школьникам. И в дальнейшем будем работать в этом направлении. Ребята уверены, благодаря новым компьютерам учеба станет еще интереснее. Мы всегда практиковались на компьютерах, правда они были не очень современные и иногда ломались, и невозможно было делать работу, которую нам давал учитель. А так вот нам привезли, мы будем хорошо учиться. Наши дети, дети нашей школы в этом году добьются еще больших успехов, представляя наш любимый родной город Одессу, который Сергей Васильевич, я тоже знаю, очень любит, на районных, городских, областных, всеукраинских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. В самой школе для гостей организовали самодеятельный концерт. Я в твоей учительнице принесу букет, лучше нашей школы нет. Новые компьютеры получили и учащиеся специализированные школы Олимпийского резерва номер 59. Здесь ребята не только получают базовое школьное образование, но и профессионально занимаются спортом. Школа специализируется на занятиях плаванием, футболом, баскетболом, волейболом, большим теннисом, каратэ, дзюдо, греблей и стрельбой из лука. Труженики. Так отзываются о своих учениках педагоги школы и подчеркивают, стараются создать все необходимые условия для усвоения детьми школьного материала. И компьютер в этом отношении огромное преимущество. Для нас сегодня большой праздник. Именно праздник школьный. И мы так давно мечтали о новом школьном празднике. И сегодня наши мечты сбываются. Мы благодарны Василию Васильевичу, что лично пришел вам вручить компьютеры. Ребята рассказывают, занятия спортом отнимают все свободное время. Но с помощью новых компьютеров есть возможность не отставать в усвоении школьного материала. Мы часто выезжаем на соревнования, практически два раза в месяц. И нам тяжело будет без компьютеров. И сейчас будет легче уже. Мы будем приезжать и будем догонять все благодаря компьютерам. Мы больше всего там работали в тетрадках, они на компьютерах. Так как компьютерные были отключены, не работали. А сейчас появились новые компьютеры. Мы думаем, что улучшатся уроки информатики. Сейчас у нас появились новые компьютеры. Я думаю, что мы будем... Ну, мы очень рады. Спасибо большое. И я думаю, что сейчас мы будем полноценно работать и у нас все получится. В этой спортивной школе работает окружок художественной самодеятельности. Выступление его участников стало подарком для всех присутствующих на открытии нового компьютерного класса. Нынешняя стоимость основных продуктов питания, входящих в потребительскую корзину украинцев, снизилась на 10% по сравнению с началом года. Стоимость потребительской корзины колеблется в районе 400 гривен. Товарный дефицит, утверждают эксперты, сегодня отсутствует совершенно. О значении этого понятия в Украине уже прочно забыли. А молодежь, рожденная после провозглашения независимости, даже не понимает, что это такое. В очереди приходится стоять в основном в гипермаркетах и на концертах или спортивных матчах. Неэффективность экономики, тоталитарная система и отсутствие свободы – вот главные составляющие жизни в СССР. Слово «потребитель» считалось позорной кличкой. При этом для коммунистической элиты существовала партийная система потребления из спецраспределителей и спецмагазинов. А для других – тотальный дефицит и его символ – очередь. В очереди стояли всю жизнь. Это помнят рожденные в СССР. Народ выстраивался в очередят для того, чтобы запастись этим намного вперед, потому что не знал, что принесет день завтрашний. Зеленые бананы очень хорошо помню. Достала мама, привезла зеленые бананы. Мы не стали дожидаться, когда они созреют. Скушали, они нам не понравились. Снижение цен, но мизерные зарплаты в городах, а в селе их отсутствие. Отмена карточек была обманом. Карточная система сохранялась в СССР до самого распада страны. Закупки хлеба и товаров народного потребления за границей. Мы стояли ночами за хлебом. Тяжело было. И обувь, и одежду, и продукты питания. За всем надо было стоять в очереди. Даже если сравнивать средние зарплаты в лучший брежневский год 1976-й и теперь, разница не в пользу того времени, уточняют эксперты. При средней зарплате в 100 рублей и теперешней в 3109 человек может себе позволить в 3-5 раз больше. Мороженое пломбир. 22 копейки стоило. Достать было нереально. Если ты доставал, это все, был счастливчик круглый год. В 70-е годы средней семье для приобретения техники, мебели, одежды нужно было зарабатывать в 6 раз больше, чем сегодня. Но даже деньги не гарантировали покупку того, что нужно из-за товарного дефицита. Даже и пеленок не хватало. Не то, что говорит о памперсах. Хотя были деньги. Я была замужем за военным человеком, который не считался бедным. Но негде было купить. За каждой мелочью нужно было стоять в очередях. Ностальгия у рожденных в СССР, конечно, есть. Но они о колбасе за 2 рубля и километровой очереди за ней. Не о сахаре за 90 копеек и о том, как люди, стоя с ночи за ними, в давке могли просто не выжить. Приятные воспоминания только о молодости, любви и приключениях. Я бы не хотела возвращаться в ту страну, которая вообще никогда не думала о простых людях. Там были единицы богатых, о которых мы только с завистью могли смотреть с окон. И сейчас мы можем пойти в магазин, и каждый человек может себе купить ту же свежую булочку. Все то, что он желает и хочет. С детства человек оказывается вовлеченным в конфликты. Переделы игрушек, потом подростковые споры о лидерстве и месте в компании, взрослая жизнь и серьезные ссоры с близкими и чужими. Даже те, кто называет себя неконфликтным человеком, не скроются от хамства в транспорте или ЖЭКе, плохого настроения или откровенной подлости окружающих. Бывает так, что конфликт заходит настолько далеко, что люди не могут разрешить его сами. Приходится обращаться в суд. Но есть и другой путь – воспользоваться услугами медиатора. Нейтрального посредника, который знает, как привести стороны к взаимовыгодному соглашению. В Одессе прошла первая международная конференция по медиации. Специалисты из Украины, России, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы собрались, чтобы обсудить развитие медиации в каждой из стран, обменяться опытом и решить, как работать дальше в условиях закрепления медиации в законодательстве. Эта конференция есть очень уникальным событием. Это впервые на территории СНГ собираются представители стран бывшего Советского Союза. Для начала, что такое медиация? Медиация – это технология, прежде всего, по разрешению конфликтов. Эта технология, ее особенность в том, что применяется человек, который специально обучен, называется медиатор. Это нейтральный посредник. Медиация эффективна в решении, например, семейных конфликтов. Также эту технологию активно применяют как способ урегулирования тех споров, которые обычно рассматриваются в суде. Фишка, что называется медиация, ее секрет. Это в том, что судебные решения в нашей стране по некоторым категориям исполняются максимум на 15-20%. Судьи кивают на исполнительную службу, исполнительная служба говорит, что вот такие граждане не организовывают у нас. На самом деле секрет прост. Просто эти решения не устраивают эти стороны, которые находятся в конфликте. Медиация – это путь, чтобы стороны приняли решение, которое они будут выполнять. Медиация – западная технология. Заимствован и сам термин «медиация» от английского «mediation» – посредничество. Были большие сомнения, там, где-то 10-15 назад, так скажем, традиционно, когда что-то приходит с запада, как бы, а будет ли оно работать у нас на нашей почве, на нашей ментальности, на наших культурных реалиях. В то же время участники конференции из Кыргызстана рассказывают, технологию медиации они используют с учетом национальной специфики и своих давних традиций. В роли медиаторов чаще всего выступают старейшины. Она выстраивается на тех традиционных принципах урегулирования конфликта, которые всегда были на Востоке. И это люди необычные, это люди, как правило, старейшины, уважаемые в общине. Это люди, которые своим авторитетом и жизненными смыслами, ценностями показывают это, люди им доверяют. Чтобы обсудить особенности развития медиации в разных странах СНГ, Одесская областная группа медиации выступила с организатором и приняла первую специализированную международную конференцию. Очень рада, что Одесса проявила такую инициативу. И вот мы, медиаторы с разных стран СНГ, имеем возможность приехать сюда и обменяться опытом. Завершилась конференция мастер-классами ведущих западных экспертов по медиации из Великобритании, США, Израиля. Психология «Строить и жить» помогает. Тренинги и мастер-классы от ведущих психологов становятся все более популярны среди людей, которые стремятся к духовному и материальному росту, достижению успеха. В конце сентября в Одессе пройдет пятый всеукраинский женский фестиваль «Анима», в рамках которого более 40 мастеров поделятся секретами успеха в самых разных областях жизни. Путь к материальному успеху лежит через духовный рост и самосовершенствование. Эта идея сегодня стала популярна как среди тех, кто только начинает делать первые шаги по карьерной лестнице, так и среди тех, кто уже добился определенных результатов в бизнесе и собирается их улучшить. Психологи уверены, что для получения вполне осязаемых успехов в карьере важно духовную энергию пустить в нужное русло, открыть в себе личностный потенциал и уметь им правильно управлять. Особенно важны эти навыки до женщины, рассказывает психолог Леонид Каррисон. Ведь сегодня представительницы прекрасного пола легко осваивают мужские роли в бизнесе. О том, как научиться достигать мужских успехов, не теряя при этом женской сущности, Леонид Каррисон рассказывает в ходе тренинга «Бизнес, энергия, духовность». Дело в том, что мы все замечаем, что есть женщины, занимающиеся бизнесом, и у них есть некая сложность и опасность такая, что они начинают работать на мужских энергиях. И получается, что если они будут жестко в мужском стиле вести партнерство какое-то, то могут наткнуться на агрессию, скажем. А гораздо интереснее использовать внутреннее, женское, то, что соответствует именно женской натуре, и оно ничем не хуже мужского. Каждый человек – проводник энергии, которую он получает из окружающего мира, от красоты природы, от общения, от искусства и творчества. Умение разумно использовать эту энергию, направлять ее на осуществление желаний, на материализацию успеха, решение конкретной ситуации и трудностей, и даже на лечение некоторых заболеваний – это искусство, которое сегодня подвластно практически каждому. Главное – желание учиться. Уже нашими учеными доказано, что мысль – это инструмент управления. Поэтому, когда мы материализуем, направляем мысль и ставим управление, например, оздоровиться или убрать опухоль, уплотнение – это происходит. Современные женщины абсолютно уверенно чувствуют себя в мужском мире. Но порой им довольно сложно сочетать себе любящую жену, заботливую мать, хозяйку домашнего чага и целеустремленную бизнес-вумен. Для этого, считают психологи, необходимо провести ревизию внутренних сил, полностью раскрыть свой потенциал. Тогда в каждой сфере деятельности успех обеспечен. Ведь спектр взаимоотношений женщины с окружающим ее миром – это тема всеукраинского женского фестиваля «Анима», который пройдет в Одессе 29 и 30 сентября. О последних приготовлениях к всеукраинскому фестивалю «Анима» и его программе после новостей в программе «Тема дня» расскажет его организатор в Одессе Марина Поднебесная. Самые основные, которые всегда волнуют женщину – это отношения мужчины и женщины, да, сектор Марса-Венера. Это бэби-бум, отношения с детками, как правильно воспитать, как быть замечательной мамой, лучшим другом. Это бизнес-сектор, это сектор «Афродитов», в котором мы будем много говорить о красоте женщины. Это сектор «Новая женщина», развитие ее, внутренний мир, красота, гармония. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. А я с вами прощаюсь. Берегите себя и оставайтесь в курсе событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!